Берем популярный Redmi Note 2, меняем снимаемую заднюю пластиковую крышку на неснимаемую металлическую, добавляем 1 гигабайт оперативной памяти и еще 16 гигабайт накопителя. Вставляем сканер отпечатка пальца, наращиваем батарею еще на 1000 мАч и получаем Redmi Note 3. Стоимости всего лишь на 50 долларов больше, чем Redmi Note 2. Я подумал и понял, что изменений все же много и не получится сказать, что это практически один и тот же телефон. Нет, это абсолютно разные телефоны. Смотрите, сколько изменений. Есть изменения как в лучшую сторону, так и в худшую, например. Например. А сейчас распакуем и посмотрим, что, например, хуже, чем у второй версии. Ох, как запаковали-то, нифига себе. У меня такое ощущение, что там телефоны-то... Ох, как мои дети будут рады это все лопать. У меня ощущение, что там телефона и нет. Не, вы что, издеваетесь? Похоже, это магазин решил приколоться. Пока я тут разматываю, скажу, что Redmi Note 2 очень популярный телефон. Еще я хочу похвастаться. Redmi Note 3 у меня у одного из... Это реальное издевательство. У меня у одного из первых. Наконец-то распаковал. Кстати, коробочка еще изменилась. Несколько цветов телефона существует. И вообще он немножко по стилю стал похож. Точнее нет. Вот Redmi Note 3, который вот только что вышел. И планшет Mi Pad 2 немножко похожа чем-то. Чем металлом сзади. Вот чем они похожи. То, что вы видите, она, ну, как бы плохо наклеенная пленочка. Это просто мне прислал интернет-магазин, который тестировал уже этот телефон. И, видите, даже забыл его выключить. И пароль сказать я очень... Круто, круто, круто. Я пароли не знаю. Один, два, три, четыре. Нет. Посмотрим тогда комплект поставки. А потом уже продолжим смотреть, что там внутри. Зарядная 2 Ампера. USB кабель. Обычный USB. Micro USB. Не Type-C. И все. Больше ничего нет. А, еще бумажки, бумажки. Слушайте, ну я как бы так разогнался. Хотел уже рассказывать. А тут... И нифига. Все на китайском языке. Ладно. Блин, мне прислали не ту версию, которую я ожидал. Это 2-гигабайтная версия с накопителем 16 гигабайт. Но зато этот телефон по цене на 20 баксов меньше, чем 3 гига оператива и 32 гигабайта накопитель. И получается, что 16-гиговые версии Xiaomi Redmi Note 2 и Xiaomi Redmi Note 3 по цене различаются баксов на 30, максимум 40. Но! Note 2 поддерживает карты памяти, а Note 3... нет. В комплекте идет скрепочка, которой мы можем открыть лоток и посмотреть, что находится... Посмотреть лоток. Что мы видим? Две микросим-карты. SD-карточку. Даже выбор они предоставляют. Либо симка, либо SD-карточка. Здесь просто две сим-карты и все. Экран 5,5 дюймов. Full HD разрешение IPS OGS. Хорошие углы обзора, но вот в данный момент, мне кажется, что как-то экран немножко темноват. Протестирую, скажу, как на солнышке выглядит. Под экраном сенсорные кнопки. Теперь они стали белыми. Если на втором, видите, они красненькие, при том, что они с отражателем. Там их отлично видно даже без подсветки. То здесь и подсветки нет, и кнопочки стали серенькими, скажем так. Сверху разговорный динамик. Камера 5 мегапикселей. Датчики справа. Кнопка включения, кнопка регулировки громкости. Снизу отверстие микрофона microUSB. Сверху отверстие микрофона, разъем для подключения гарнитуры. И ИК-порт. Его все-таки оставили. Сзади камера 13 мегапикселей. С автофокусом, со вспышкой сдвоенной. И сканер отпечатков пальцев. Так называемый 360 градусов. Сканируем под одним углом, потом под любым углом прикладываем. И все равно правильно распознает. И сзади также есть динамик для громкой связи. Процессор. Точно такой же, как во второй версии. Helio MTK Helio X10. Это 8 ядер, работающих на частоте до 2 ГГц. Видеоускоритель Power G6200. Видите результат? Это 46 687. Напомню, это 2 ГГ версия, 16 ГБ накопитель. Если вы выбираете себе этот телефон, не забудьте, что память не расширяется. Либо будете хранить где-нибудь в облаках. Либо все-таки купите 32 ГГ версию, не намного различается. И батарея здесь чуть больше 3000 мАч. Здесь 4000 мАч заявлено. Конечно же, протестирую время работы от батареи. Сравню. И знаете, я вообще не люблю делать сравнения. Но эти телефончики я все-таки отдельные видео запилю. Что какой лучше, какой хуже. Здесь стоит неофициальная прошивка. Магазин сказал, что специально для их партии прошивку эту залили. Здесь есть русский язык. А вот этот экземпляр у меня официальная прошивка от производителя. Здесь нет русского языка. Здесь нет Play Market. Все по-сионичному. Их собственный магазин приложений. И китайский плюс русский. Ну и давайте посмотрим, как снимает камера. Я ее уже переключил на Full HD режим. Запускаем. Тестирование камеры телефона Xiaomi Redmi Note 3 в режиме автофокуса, а не тач-фокуса. Вот так вот снимает эта камера. Понятно, что нужно тестировать... Автофокус не срабатывает. Понятно, что нужно тестировать на улице при хорошем освещении. Ну и парочка фотографий. Раз. Два. Вот такой вот телефон. Не факт, что он лучше, чем Redmi Note 2. Они просто абсолютно разные. У этого главная фишка то, что металл и сканер отпечаток пальцев. Этот дешевле, пластиковый. И что и? И, 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 и. А, в сравнении расскажу. Продолжение следует...